Заместитель губернатора Белгородской области по ЖКХ Сергей Довгалюк и глава администрации Старого Оскола Андрей Чесноков провели совещание по вопросам смены организации транспортировщика мусора. С 1 ноября вывозом ТКО в округе займется ООО «Коммунальщик» – предприятие, созданное на базе «Экотранса». На совещании с участием заместителей главы, руководителей профильных служб, коммунальных предприятий и управляющих компаний округа обсудили вопросы переходного периода и координации работы всех структур, участвующих в процессе. Такая картина сегодня во многих дворах. Каждый день сотни жалоб староскольцев. Причина – недобросовестное выполнение договора компании, занимавшейся вывозом отходов. Причем не только в нашем округе. С еврологистиком все. Но чтобы начать новую, чистую страницу, необходимо скопившийся мусор убрать. Из-за того, что предыдущий перевозчик графики не соблюдал на протяжении уже двух, а то и трех месяцев, по сути, на сегодняшний день в городе мусорный коллапс. Мы это все наблюдаем с вами на контейнерных площадках. Это квартирных домах, где стволы мусоропроводов практически до пятых или шестых этажей забиты. Поэтому необходимо в первую очередь проводить зачистку. Оперативным штабом Белгородской области было принято решение о заключении нескольких договоров с несколькими подрядными организациями на перевозку топов. В случае Староскольского городского округа это ООО «Коммунальщик», который 1 числа уже официально по договору выходит на перевозку. Но, к сожалению, вот этот период перехода от одного перевозчика к другому, он самый сложный, самый проблематичный. Поступившая новая техника уже на ходу. Решается и сложный вопрос с кадрами. Всего для обслуживания Староскольского городского округа компания-транспортировщик планирует выделить 46 единиц спецтранспорта. В зависимости от обстановки ее количество может быть подкорректировано. Остаются актуальными вопросы размещения контейнерных площадок и обустройства разворотных площадок для машин. Самая же главная проблема сегодняшнего дня в том, что экипажи мусоровозов просто физически не могут сами разгрести образовавшиеся завалы. Как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, даже если мы там 100 единиц пригоним в город, к сожалению, это будет разовая акция и на сегодняшний день техника сама не может из ручного труда зачищать эти площадки. Ну, такого еще не придумали. Поэтому мы сегодня проводили как раз совещание со всеми управляющими компаниями, с главами сельских администраций. Конечно, переходный период. Мне бы хотелось, чтобы он продлился недели-две. На крайней мере, вместе с администрацией, вместе с управляющим компанией, включая нас, правительство Белгородской области, приложим все усилия, чтобы этот переходный период закончился максимально в короткие сроки. Поэтому, конечно, жителей призываю еще немного потерпеть. Зачистка городского округа от мусора – главный вопрос повестки дня. В ближайшие пару недель на это будут брошены силы коммунальщиков. 2 ноября пройдет массовый субботник с участием всех коммунальных предприятий. Новая техника продолжает поступать в город, но без человеческих рук накопившихся проблем не решить. Глава администрации Староскольского округа Андрей Чесноков поставил задачу – навести порядок в максимально сжатые сроки и выйти на постоянное расписание. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.